Всем здрасте, спасибо, что смотрите, спасибо, что комментируете. Сегодня у нас факт по программированию номер 7, факт опять же в хорошем смысле этого слова. И на сегодня у нас три вопроса, они перед вами, и давайте, чтобы не затягивать, я сразу начну на них отвечать. Итак, первый вопрос, вернее по номеру он уже 30, почему лучше использовать IHttpClientFactory, а не сразу IHttpClient. Смотрите, на самом деле IHttpClient это достаточно сложный компонент, который работает не просто с .NET, который работает с вашими драйверами вашей сетевой карты. То есть просто большое количество клиентов, которые вы создаете, то есть будете использовать, они будут нагружать вашу сетевую карту. То есть помимо того, что трафик может увеличиться, то есть вы можете не освободить правильные ресурсы, может получиться так, что большое количество IHttpClient может вообще остановить работу в сетке. Ну, в общем-то, были такие моменты, вернее я с ними встречался, и это на самом деле как бы на некоторые возлагает на вас ответственность по управлению этим самым IHttpClientFactory. Что же касается IHttpClientFactory, там на себя большую часть управления ресурсами берет непосредственно сам фреймворк. Ну и, собственно говоря, речь идет об ASP.NET Core. В общем, я, ну не то чтобы настоятельно рекомендую. В общем, это удобно, когда за тебя кто-то что-то делает. Поэтому использовать IHttpClientFactory, ну, очень удобно во всяком случае. Более того, IHttpClientFactory позволяет централизованно управлять этими клиентами, централизованно цеплять к ним хендлеры, ну, интерцепторы, если хотите. А когда вы используете IHttpClient напрямую, создавая инстансовый непосредственно в коде, там, в контроллере или в методе, вам нужно тщательнее, так можно сказать, следить за ресурсами этого самого IHttpClientFactory. Я думаю, что я ответил на этот вопрос. Давайте перейдем к следующему. И следующий вопрос звучит так. Используете ли вы Blazor? Стоит ли начинать его изучение? Будут ли уроки по нему? Смотрите, на самом деле в майское обновление 2020 включило основную, да, то есть... Нет, давайте по-другому скажу. Смотрите, Blazor на самом деле, что это такое? Blazor это SPA-библиотека, которая позволяет писать UI-клиенты. Вот не много, не мало, а именно так. Потому что именно с этим вариантом позиционирует Microsoft свою библиотеку. Она развивается уже достаточно давно. И, собственно говоря, суть состоит в том, что существуют две версии реализации вот этого вот Blazor. Blazor на WebAssembly, который вышел в майском обновлении 2020, и Blazor сервер. Смотрите, разница там большая. И у них на самом деле достаточно серьезные отличия есть. Ну, в общем-то, ограничения на использование. Если Blazor сервер работает на SP.NET Core через сигналар с UI-клиентом, то Blazor WebAssembly работает через WebAssembly. То есть через специальный, так называемый, виртуальный стэк, который лежит в браузере. Ну, в общем-то, и тот, и тот имеет место быть. И в определенных случаях лучше выбрать тот или иной. В общем, конечно, я буду делать по этому уроке. Более того, если говорить, что на бэкэнде можно писать на C Sharp, а теперь через Blazor, вернее, при использовании Blazor можно писать на C Sharp и UI-компоненты, UI-спа-приложения, то это, конечно, я буду использовать. Ну, может быть, чуть попозже, когда дойдут до этого руки. Дальше. Следующий вопрос звучит так. Можно ли написать на сигналару многопользовательскую игру? Производительность вроде как невысокая у сигналар. Ну, на самом деле, смотрите, тут в чем какая нюансы, да, есть. Как я уже говорил, программирование – это очень легко, если знаешь миллион нюансов. Так вот, нюансы с использованием сигналар очень простая. Да, есть у него ограничения по производительности, то есть каждый клиент открытый, ну, то есть вашего приложения, открывает новые соединения. WebSocket, ну, в лучшем случае, да, в идеале. Если браузеры свежие, новые. 100 тысяч клиентов, одновременно подключенных, это нормальная работа сигналара. Когда представляли эту технологию, разработчики из Индии, насколько я помню, если я не прав, поправьте меня, они представляли игру, которая была в онлайне, и там подключалось порядка 100 тысяч человек, и, в общем, это все нормально, реально работало. То есть в реал-тайме 100 тысяч клиентов – это нормально. Более того, в самом сигналаре существуют определенные механизмы масштабирования, да, когда вы можете поднять несколько сигналар серверов и раздать работу вот этих вот ваших дополнительных клиентов между ними. То есть так называемая такая балансировка, да. Ну, не в том смысле, который там вот load balancer есть, да, а именно средствами сигналара. То есть там достаточно серьезное масштабирование, и оно вшито в сам сигналар. Второй вариант, что если вы используете докер, ну, если вы используете кубернетис, да, или, ну, то есть вот такую, да, докери... Ну, в общем, вот эту вот технологию докеризирования, я не помню, как называется, прошу прощения. В общем, здесь все гораздо проще. То есть, если, допустим, кубернетис можешь поднимать, в зависимости от нагрузки, нужное количество вот этих сигналар серверов и опускать их при наличии потребности в них, ну, опускать в хорошем смысле, опять же, вот, то тут как бы проблемы вообще никакой нет. То есть написать многопользовательскую игру на высокой производительности для сигналара не проблема. То есть нужно, то есть как бы в кривых руках и калькулятор зависает, я обычно говорю. То есть можно написать такое сигнала, что два клиента завалят его нафиг. Так, ну, наверное, все. Больше мне сказать нечего. Будут вопросы, пишите. С радостью на них отвечу. А так, всего доброго и хорошего вам кодирования.